Вторая ссылка ведет на наш учебный портал на YouTube, на котором мы публикуем все записи наших вебинаров. Запись этого вебинара также ведется и он будет опубликован в ближайшее время. Ну а в чате я вам сейчас дам ссылку на ближайшие три вебинара, которые состоятся. Вот они. Следующий вебинар у нас прямо завтра. Проведет его Татьяна Телегина. PowerPoint. Приемы быстрого создания качественных презентаций. В понедельник, 12 декабря, у нас вебинар в 12 часов от компании DreamStudy. Основатель компании Павел Слесарев проведет вебинар в DreamStudy создания эмоционального образовательного продукта. И 26 во вторник, я надеюсь, если все будет нормально, потому что там тоже связано с переездом спикера. В 11 часов, не в 12, как обычно, а в 11, у нас наш искусствоведческий вебинар Софьи Багдасаровой. Почему в Средневековье любили изображать будто побеременных женщин или про то, как искусство связано со страхом смерти. Софья Багдасарова. Ну что ж, все. Я больше не буду отвлекать ваше внимание от вебинара. Сергей, я прошу на связь и послушаем сегодняшний интересный вебинар. Так. Добрый день еще раз. Всем огромное спасибо за то, что вы собрались. Спасибо, что пригласили меня. Я загрузил презентацию, она должна быть вам видна, я надеюсь, весна на экране. А презентация на английском – это вещи, с которыми я достаточно часто выступаю в разных аудиториях. Говорить я, конечно, буду по-русски. Если есть какие-то вопросы, я быстро реагирую на чат. Готов превратить это даже в достаточно свободную дискуссию. По времени... Да, можно будет скачать презентацию. По времени я думаю, что мы поговорим порядка получаса. Я небольшой любитель очень длинных вебинаров. Пара слов обо мне. Собственно, в электронное обучение я пришел почти ровно 10 лет назад. В 2008 году, основав вместе с партнером компанию Инте. Мы находимся в Риге. Я сам из Риги, из Латвии. И сейчас у нас порядка 30 человек. И мы производим онлайн-курсы для банков, страховых компаний, авиалиний, госпиталей и так далее. Практически не работаем с вузами. Потому что там своя специфика. Мы как-то больше заточены на коммерческий сектор. И таких компаний достаточно много. И в какой-то момент, несколько лет назад, мне захотелось сделать что-то интереснее и запустить свой продукт. В качестве продукта я выбрал тему, которая на тот момент наиболее увлекала наших клиентов. Это были диалоговые тренажеры. Собственно, что такое диалоговые тренажеры? Мы их несколько сегодня увидим и о них поговорим. Но вкратце диалоговые тренажеры – это интерактивное упражнение в онлайн-курсе, которое позволяет обучаемому поучаствовать в диалоге, выбирая свои реплики из заранее выданных ему, или иногда даже вписывая свои реплики в свободном виде. Это один из наиболее эффективных способов обучать людей, собственно, разговаривать и принимать решения в разговорах. То есть речь идет, как правило, у тех людей, которые занимаются продажами или обслуживанием клиентов, или, скажем, работают с коллегами, с командой, с подчиненными, с которыми тоже нужно все время общаться. Одна из интересных областей, в которой мы работали, это один из наших клиентов обучал врачей разговаривать с пациентами и с родственниками пациентов по достаточно сложным вопросам, потому что, ну, как вы понимаете, не все новости в медицинской сфере можно просто взять и изложить. Поэтому определенным разговорным приемом нужно обучать. Почему именно нужны тренажеры, а не просто, скажем, презентация красиво оформленная, в которой написано, что и как говорить, мы поговорим тоже. Кроме того, я плотно работаю с лекторой. Это достаточно популярный инструмент создания онлайн-контента. Честно говоря, он немножко похож, даже не немножко, а достаточно сильно похож на Курслаб, если вам знаком, такой российский инструмент. Поэтому, собственно, и Курслаб я знаю хорошо, и целый ряд других инструментов. И вообще, часто выступаю на конференциях и пытаюсь рассказать людям, почему просто слайды не работают, а нужно делать все гораздо интереснее и интерактивнее. Надеюсь, что через полчаса вы этой идеей тоже промерли. Может, Курслаб похож на лектор? Ну, честно говоря, я тут совершенно в позитивном ключе это имел в виду. То есть, речь идет не о том, что... Ну, то есть, сам принцип... Вот давайте маленькое такое отступление по поводу вопросов в чате. Если мы посмотрим на то, как выглядит большинство онлайн-курсов и как выглядят, соответственно, инструменты для их создания, то это фактически PowerPoint. PowerPoint, в который можно добавить какую-то интерактивность, кликнуть туда-сюда, что, собственно, можно сделать в PowerPoint. PowerPoint, который можно опубликовать для веб-формата в Скорме, загрузить куда-то. А также возможность добавить там тестирование, какие-то там экзаменационные вопросы, ставить туда видео или еще что-то. Поэтому сам формат PowerPoint, он идет откуда? Там 50 лет назад еще, даже бывают, сохранились места, где они остались, были слайдовые проекторы, которые имели набор слайдов, который заранее в этот проектор загружался, после чего лектор проецировал это все на экран и щелкал вот эту вот предустановленную последовательность слайдов. Щелк, 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 показывал фотографии, рассказывал. PowerPoint ничего в этом не поменял. Он просто сделал то же самое электронным. Откуда идет модель вот этого показа слайдов и рассказывания, что это аудитории? Она идет из допечатных времен, то есть это более 500 лет назад, когда, скажем, в центрах обучения на тот момент, которые были, как правило, религиозные, монастыри, средневековые и так далее, стоял один монах, у которого была одна книжка, которая была огромной ценностью, и рассказывал, что там в этой книжке написано всем остальным. Для удобства все остальные могли еще и переписывать содержимое этой книги. Поэтому за вот там 500-600 лет в нашей жизни, если что-то и поменялось, то это точно не та модель, по которой мы учимся. Поэтому моя цель в жизни – это эту модель помогать менять и отходить от той ситуации, когда у нас есть один человек с книжкой, который эту книжку зачитывает всем остальным. В каком виде? В виде PowerPoint или в виде онлайн-курса, в виде дайджеста или напрямую, или в вебинаре. Совершенно неважно, модель та же самая. Я хочу, чтобы обучаемые могли не слушать, а что-то делать, чтобы они могли играться, нажимать, узнавать, думать, угадывать, выигрывать, проигрывать и так далее. Собственно, это получилось отлично. Спасибо за вопрос. Переход к основной теме нашего вебинара. Да. Ну и, собственно, все инструменты похожи друг на друга, потому что модель обучения похожа друг на друга. Сегодня о чем мы поговорим? Мы поговорим, собственно, что такое сценарии, зачем они нужны. Посмотрим на пару примеров из моей жизни, я о них расскажу. Поговорим о том, как их делать, если вы захотите такой создать. И дальше я похвастаюсь, собственно, тем инструментом, который я создал. Итак, про сценарий. Самый стандартный онлайн-курс, он задуман для чего? Для того, чтобы передать какой-то объем знаний от эксперта обучаемого. То есть у нас есть, допустим, эксперт по, не важно, библиотечному делу, и есть тысяча молодых библиотекарей, которые должны что-то узнать. Поэтому эксперт берет курслаб или PowerPoint и начинает создавать. Он создает страничку, там есть кнопочка «Дальше», мы нажимаем кнопочку «Дальше», там еще одна страничка с текстом, или с видео, или со схемой. Дальше, еще одна страничка, дальше, 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 дальше. Мы проходим энное количество страничек, и в конце — тест. Задача теста — проверить, передались ли те знания, которые мы хотели передать, загрузились ли они за вот эти полчаса кликания в голову обучаемые. Это совершенно нормальная схема, собственно, как я уже говорил, много лет так обучение работает. Но есть одна проблема. Знать не значит уметь. Мой любимый пример — про курение. Давайте интерактив. Плюс и минус. Кто курит, кто не курит в чат. Лично я не курю. Минус в чатик напишу. Павел Юрьевич тоже не курит. Нет, 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 нет. Прекрасно. Может быть, следующий вебинар можно провести про здоровый образ жизни. Здесь совершенно никто в нашем чате не курит. Или курильщики стесняются. Прекрасно. Так вот, если вы общались с курильщиками, и все прекрасно знают, что курить вредно. Это написано на каждой пачке, это мы знаем с детства, он нас предупреждал. Тем не менее, не все курят. То есть знания, все уверены и знают и про болезни, и про легкие, и про здоровье, и на себе это испытывали. Знания не хватает для изменения поведения. Знать, что курить плохо, не хватает для того, чтобы курить бросить. Точно так же знать, что я должен вот так-то и так-то и так-то действовать в своих рабочих ситуациях никак не связано с тем, что я буду именно это делать. Меня можно обучить десятку способов решать конфликты на рабочем месте, прочитать 20 презентаций, я все это буду знать, а в жизни я это делать не буду. Поэтому, о, про испринкт мы тоже поговорим. Поэтому классический курс, он передает эти знания, но делать не учит. Что дает сценарий? Сценарии, они от курса отличаются тем, что вместо линейной последовательности у нас есть ветвящаяся последовательность слаймов. То есть у нас есть некая ситуация, в которой мы должны принять некий выбор, сделать некий выбор, и дальше мы видим последствия. Разные последствия в этих ситуациях в свою очередь ведут к каким-то своим выборам. Словно говоря, если мы решаем, что мы хотим чай или кофе, то решив, что мы хотим кофе, мы должны выбрать, со сливками оно или нет. Ой, извините, конечно же, он. Да, это, собственно, алгоритм, в который участвует и практически проживает сам обучаемый. Поэтому он заставляет обучаемого подумать и те знания, которые он выучил в курсе, применить и решить. Там есть эта активная часть, в которой обучаемый участвует. Поэтому сценарий для того, чтобы человеку научить, чтобы добиться изменения в его поведении, очень-очень важен. Короткий пример. Вот представим, не вчитываясь в этот текст, он совершенно теоретический. У нас есть страничка курса, одна из сотен страниц, в которой у нас есть какая-то информация. Что обычно мы делаем в используя инструменты, например, тот же курслаб или PowerPoint или еще что-то. Мы берем вот этот огромный объем информации и перерабатываем его во что-то интересное. Мы можем добавить на слайд человечка, мы можем предложить покликать на разные кнопочки. Мы прячем и маскируем эту информацию для того, чтобы обучаемому было интересно ее искать. Мы ее как-то оформляем красиво, формулируем и так далее. Но процесс остается, как правило, тем же самым. Обучаемый просто получает эту информацию и читает. Он ее не переживает, он не пытается принять какие-то решения. в случае сценария мы должны обучаемому предложить некий вызов. Например, вот здесь у нас курс про проблемы с авиационными двигателями. И вот мы можем предложить ему сценарий, в котором у нас есть задача. Скажем так, вы пилот, вы взлетели, через три минуты после взлета в двигатель попала птичка и вы падаете. Что вы будете делать? Это, собственно, вызов. Дальше нужно предложить обучаемому какие-то выбор, собственно, что делать. Вы можете предложить ему, например, сесть в другом аэропорту или выбрать и попытаться сесть в тот аэропорт, в который вы взлетели, или попытаться сесть куда-нибудь, например, на воду. И дальше снабдить это различными игровыми элементами, такими, как таймер принятия решений или предложить ему пообщаться с кем-то, чтобы выбрать правильное решение, или, что является моим любимым приемом в онлайн-обучении, предложить ему взять реальный рабочий документ с реальными инструкциями, вещами и поискать ответ в нем. Это нашего обучаемого научит не только, как действовать в этой ситуации, но и где искать информацию, когда она действительно понадобится. Итак, чтобы курс превратить в сценарий, чтобы перейти от просто передачи знаний к изменению поведения обучаемых, нам нужно что? Нам нужно предложить им некий вызов, некую ситуацию, в которой нам придется подумать, предложить им выбор, что в этой ситуации можно сделать, и дальше за каждым из их выборов показать, что произойдет, если он будет выбран. Если мы говорим чисто о технической реализации, то представьте себе просто 4 слайда в PowerPoint. На первом слайде мы задаем вопрос, условно говоря, если, ну вот, что-то у меня сегодня примеры про библиотеки сильно идут в голову, если клиент не вернул книжку, вот к вам приходит клиент и говорит, знаете, я потерял книжку, я ее брал, вот потерял, все, не могу найти. Что вы сделаете? А, вы там, начнете на него ругаться, B, вы простите ему, потому что он хороший посетитель, и C, вы там, заполните некий формуляр. Соответственно, A, B и C это просто кнопочки в PowerPoint, которые ведут на слайды 2, 3, 4, где написано, что, например, если вы простили, то буквально, какие у нас последствия? Буквально через полгода произошел переучет, мы все проверили, выяснилось, что книжка исчезла, надо было заменять, без вариантов, и теперь вы не просто библиотекарь, а еще и библиотекарь без работы. Так что так. Покажу пару примеров из жизни. Вот сценарий, который сделала одна компания, которая занимается обучением продавцов в магазинах. В этом сценарии вы видите, что, собственно, чисто визуально это все очень похоже на PowerPoint, это все можно на Комску с Курслабом собрать в Курслабе или в Айспринге или в любом другом инструменте. У вас есть героиня, молодая девушка, которая работает в этом магазине. У вас есть клиент, у которого есть некая проблема. Вы выясняете, собственно, в чем состоит вызов. Вызов состоит в том, что клиент ходит по магазину, чем-то озадачено, и уже собирается отсюда уходить. Что вы можете сделать? Он предлагается выбор. Вы можете спросить этого клиента, что она хотела. Вы можете просто поздороваться, не навязываясь. Или вы можете просто не трогать этого клиента и не вмешиваться в ее дело. В конце концов, зачем человеку мешать? Если мы выбираем этот, например, последний вариант, то мы увидим, что последствия клиент как-то стал сильно несчастлив, ушел из магазина, мы получаем обратную связь, сообщающую нам, что в таких ситуациях клиенту нужно подходить. Вот такой маленький сценарий. Интересно, что если мы этот сценарий попытаемся нарисовать в виде схемы, то выяснится, что это линейная последовательность, в которой все неправильные варианты оказываются тупиковыми. То есть история развивается только если мы выбираем правильные варианты. в этой истории, играя в нее два или три раза подряд, мы ничего нового не узнаем. Поэтому, с одной стороны, такие сценарии делать легко, для этого всего лишь нужен PowerPoint и немного воображения. с другой стороны, обучаемым они не так интересны. Гораздо интереснее сценарии, которые сложнее. Один из примеров, я очень рекомендую, если у вас есть хотя бы небольшие, наверное, английского, там не будем очень много, сходить по адресу worldwarfighter.com, там есть игра про военных, которые должны прийти на вражескую территорию и познакомиться с местным лидерам. Это такой интерактивный комикс, в котором вы должны принимать разные решения. Например, если вот этот местный глава аула, назовем его так, предложит вам чаю, вы можете от него либо отказаться, он тогда может обидеться, либо вы можете согласиться, но тогда неизвестно, что там в этом чая, потому что ваши отношения с этими людьми еще очень неуверенны. Либо соврать ему, например, что у вас аллергия на чай и так далее. Такие очень интересные выборы на такую культурологическую тему, в которой очень интересно играть. Чем этот сценарий примечателен? Он примечателен тем, что его схема гораздо сложнее, чем предыдущий. В ней каждый выбор, который вы делаете, ведет к какому-то своему набору других задач, которые не повторяются, и поэтому, играя несколько раз, принимая разные решения, что вы хотите сказать или не сказать, сделать или не сделать, история будет меняться. Это такое, как интерактивное кино, в котором находится такой Титаник, в котором можно и Ди Каприо спасти, и всех утопить, может быть, Титаник никуда не отправить. Можно пережить много разных вариантов одной и той же истории, используя какие-то знания, которые вы получаете в теоретической части обучающего курса, и таким образом это все применит. Возвращаясь к теме авиации, знаете, как летчиков учат, они сначала очень долго сидят в классе, изучают очень много информации, потом они летают на симуляторах, на симуляторах они могут достаточно безопасно разбить любое количество самолетов, и только потом они летают на настоящих самолетах, потому что если бы они сразу летали на самолетах, это было бы довольно дорого, ни самолетов не напаслись, ни летчиков. А вот на обычной офисной работе так не происходит. Обычно в офисе мы кого-то обучили, и дальше он пошел работать. А что, как у него это уложится в голове, это уже рабочий процесс, который ведет к каким-то ошибкам. Поэтому сценарии позволяют прожить и проиграть различные ситуации в такой безопасной виртуальной среде до того, как ситуация сложится в рабочей. и это собственно и является той пользой и силой сценариев, благодаря которой они так полезны. Итак, конкретно вот тот сценарий, я не буду в него углубляться, про солдатиков, но я просто покажу здесь схему на слайде, видно, насколько сложны переплетения, хитросплетения этих вариантов. И если даже вы не про военных делаете, а про офисную работу сценарий, то очень быстро вы поймете, что у вас любая ситуация вызывает несколько вариантов развития. Из этих вариантов каждый вызывает свои новые, некоторые варианты пересекаются и сливаются в один, некоторые варианты ведут к совершенно разным ситуациям, и все это нужно где-то нарисовать, например, на бумаге или на доске, потом это все нужно перенести на слайды, все эти слайды соединить друг с другом кнопочками, чтобы прыгать с одного на другой. Если вы хотите еще добавить туда какие-то моменты типа выдачи очков за правильные и неправильные решения и так далее, то это все сильно усложняется и это становится таким достаточно дорогостоящим процессом. Я лично этих сценариев сделал десятки и проблем, как правило, три, я бы сказал. Вот, кстати, да, у меня здесь несколько примеров. Вот, просто сделанных в PowerPoint-е с помощью стандартных PowerPoint-овых шаблонов и человечков сценарий, где продавец разговаривает с клиентом в офисе и там на одном слайде есть их диалог, просто написано там нет ни озвучки, ничего, а на другом слайде появляется сверху такой слой, на котором есть выбор из трех вещей, которые можно клиенту сказать, он на них очень по-разному отреагирует, некоторые вещи нас поведут к, скажем так, успешному завершению продажи, некоторые к неуспешному, ничего сложного нет, это просто кнопочки, которые ведут на другие слайды. Проблема в том, что внутри схемы всего этого курса со всеми их разветвлениями она занимает примерно стену в офисе. Еще пример, вот разговор там клиента и кассира, а также мы делали отличный сценарий по тому, как разговаривают с грабителями, там, если с ними неправильно разговаривать, все кончается очень плохо. еще один диалог в магазине для клиента из области косметики мы делали, там была задача научиться продавать клиенту как можно больше, знаете, эту ситуацию, когда пришел за одной баночкой и ушел с подарочным набором. Вот, собственно, говоря о проблемах всего этого создания, первая проблема это то, где это все рисовать. Понятно, что хорошо рисовать на бумажке, но на бумажке сложно исправлять, на доске сложно исправлять, поэтому мы в итоге придумали, что мы вот эти схемы рисуем просто в Excel. Мы пробовали разные карты памяти, мы пробовали различные специальный софт для рисования всевозможных блок-схем и так далее, но очень проще всего это оказалось рисовать в Excel, потому что Excel открывается у любого клиента. Это вообще вторая проблема, если у вас есть эксперты, с которыми вы работаете, или клиенты, которые должны все это посмотреть, то с ними сотрудничать по поводу сценариев бывает тяжело, потому что клиенты ожидают что-то поиграть, что-то увидеть, а вы им показываете схему, она им не всегда понятна, нужно с ними садиться и водить по ней пальцами, потом, когда они увидят все-таки это готовую сборку и поиграть, у них появятся новые идеи, нужно будет вернуться и переделать сначала схему, потом, собственно, переделать сборку курса или поворпоинта, и это все болезненно и занимает огромное количество времени. Третья проблема, сценарии занимают очень много времени, поэтому, если нам нужно делать обучение быстро, то сценарии прям в это не очень сильно вписываются. Так, вопрос, можно ли из бронш-трека экспортировать сценарии в Excel или другие программы? Собственно, сам сценарий можно экспортировать в PDF, а сам готовый сценарий, в который можно играть, его можно экспортировать в HTML и дальше его встраивать в тот же курс-лаб можно встроить или в PowerPoint. Так что можно. Да, так вот, собственно, чтобы решить эти три проблемы, то есть, где это все рисовать, как это все программировать и как сотрудничать по поводу этого с всевозможными экспертами, клиентами и начальством и так далее. Мы сделали бронш-трек, я не буду устраивать здесь большую рекламную презентацию, просто объясню принцип. Это онлайн-тул, все работает в браузере, вы можете нарисовать вот эту блок-схему того, кто что сказал, что на это ему ответили и так далее, потом к этой схеме добавить картинки, ну, конкретно человечка, который с вами разговаривает в виде клиента, может быть, какой-то фон, это там офис, или это магазин, или это на улице, или еще что-то, и все, и дальше кнопка просмотреть уже дает вам готовый практически курс, который вы можете поиграть, то есть, основная часть работы заключается именно в креативном придумывании, что происходит, нет никаких вообще технических сложностей, там нету понятия программирования, или переменных, или слоев, или координат, или кнопок, или интерактив, ничего этого нету, это просто такое креативное упражнение по моделированию диалога, которое потом превращается в интерактивное упражнение, в которое очень классно обучаемые, очень любят поиграть, им это интересно, и это для них возможность применить все те знания, которые они там на 10 или 50 слайдах прочитали, если не в реальной жизни, то в очень реалистичной ситуации. найти нас можно на сайте branchtrack.com, там есть и примеры, там есть и возможность зарегистрироваться и это все попробовать, если вам интересно договориться о презентации на русском языке, или просто задать мне какой-то вопрос более частным порядком, то свободно, смело пишите мне на сергей.branchtrack.com, в остальном спасибо, я надеюсь вам понравилось, было что-то полезное или вдохновляющее, и возможно ваш следующий курс будет состоять не просто из цепочки слайдиков, а в нем будет какое-нибудь ветвление, выбор для обучающих и возможность для них во что-то поиграть. Простой способ сделать это branchtrack, пожалуйста, пользуйтесь, у нас есть в том числе и бесплатные планы, сам инструмент на интерфейс на английском языке, но он очень-очень простой, а контент можно делать на русском, русский язык поддерживается 100%. Ну и в плане технической поддержки мы все говорим по-русски здесь в Латвии, поэтому будем очень в этом общаться. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что несколько минут у нас еще есть, можем поговорить. Пока вы думаете, маленькое замечание про iSpring. Нет никакого другого способа это объяснить, кроме как то, что ровно два года назад iSpring выпустил инструмент под названием Talkmaster, который является полной стопроцентной копией бренч-трека прямо пиксель в пиксель идентичной по состоянию бренч-трека на 2015 год. За это время мы развились и ушли достаточно далеко. Они не сильно развились и не ушли достаточно далеко. Это был такой обидный момент от коллег по цеху, но собственно плохие вещи не копируют, поэтому мы этим очень гордимся. Вопросы. Как бренч-трек поставляется при покупке лекторы, дается ли доступ к сервису? С лекторой ситуация следующая. Если вы покупаете лектору онлайн или лектору Inspire для установки на компьютер, то в нее включается копия бренч-трек с ограничением на количество проектов. Вы можете сделать пять диалогов одновременно. Если вы удалите, вы можете сделать новый, но пять одновременно. больше это дополнительная плата, но большой плюс лекторы в том, что лектора понимает, что такое бренч-трек и создает достаточно много удобных компонентов вокруг диалогов. Можно ли выгрузить это все дело в Moodle? Да, разумеется, бренч-трек спокойно экспортируется в формат SCORM и эти SCORM пакеты ровно такие же, как у любого другого инструмента в электронном обучении, спокойно загружаются в любую SDO или LMS, в том числе в Moodle. Следующий вопрос. Как выгружаются готовые блоки тренажеров в Flash или другое? Нет, никакого Flash нет, это все чистый HTML, все прекрасно работает и с видео, и со звуком, и встраивается и на мобильный платформы и так далее. Это фактически HTML файл, который вставляется в виде веб-окна и в Курслаб и во все прочее. Ценовые планы. Так, они не очень видны, да, мы, как правило, пытаемся обсудить цену только после того, как мы показали инструмент и поняли, насколько он будет использоваться клиентом, но ценовые планы, они от 100 до 300 долларов в месяц за лицензию, за то, чтобы их возможно было производить. В это входит, по-моему, 50 проектов лимит в год. Подписаться на один проект, я, честно говоря, вот специальное предложение для посетителей вебинара, если вы собираетесь сделать один проект, то мы вам обеспечим бесплатную лицензию, вы сделаете проект, он всем понравится, и тогда вы придете к нам и скажете, мы хотим стать вашим клиентом. Бесплатный уровень включает в себя, если не ошибаюсь, три проекта, так что попробовать это не на уровне какого-то ограниченного использования, а вполне сделать проект, который вы можете смело использовать в своем обучении, можно совершенно бесплатно, пожалуйста, пробуйте, мы будем очень рады с вами поработать. так, ну, кажется, вопросы, куда обращаться, вот, на экране у нас есть либо мой email, смело пишите прямо мне, сергей от branchtrack.com или на сайте branchtrack.com есть форма регистрации, если вы зарегистрируетесь, то с вами свяжутся и предложат время, когда созвониться, все покажут, все расскажут, все на русском языке. Если подписка прервана, сколько хранится проект, проекты хранятся бесконечно, столько, сколько нужно, мы будем вечно надеяться, что вы к нам вернетесь и сделаете еще что-нибудь интересное. Пробуйте, очень рад, мое время истекло, любые вопросы пишите на email, буду очень рад, надеюсь, было полезно и понравилось. Огромное спасибо за приглашение, мне из того вступления, что Паэл Юрьевич сделал, очень хочется зайти еще и на лекцию про средневековый страх смерти. Мне кажется, это будет интересно, кажется, послезавтра. Спасибо вам огромное, всего доброго, удачу. Спасибо за такой эмоциональный, замечательный вебинар. Я думаю, что мы как продолжение наших усилий вебинарных по освещению темы онлайн-обучения, это было очень здорово. Мы за эту неделю пригласили двух наших коллег из сектора корпоративного обучения. я думаю, это очень сильно расширило наш горизонт в смысле знаний того, что происходит в онлайне, не только в вузовском мире, но и в мире корпоративного обучения. Это очень здорово. Я всегда с большой симпатией относился к этому продукту брейнштрек. Это действительно очень здорово, потому что сидеть и сочинять это, делать руками, это совершенно неподъемная задача, а здесь такой замечательный инструмент, который это делает просто и со вкусом. Сергей, если не возражаешь, я буду в будущие следующие сезоны тоже приглашать, возможно, мы соберем еще большую аудиторию, наша Директ-Академия растет. Милости просим и просим вебинар Софьи Багдасаровой во вторник про искусство. Ну, а всех вас я тоже благодарю за то, что вы пришли, задавали, не были равнодушными, задавали вопросы. Добро пожаловать на наши вебинары, всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...